Правоохранителям удалось значительно сократить количество преступлений. Кроме того, на протяжении всего года стражи порядка обеспечивали безопасность жителей и гостей региона во время проведения массовых мероприятий. Таких как Гран-при Формулы-1, Всемирный фестиваль молодежи, футбольные матчи Кубка Конфедерации. Оценку деятельности сотрудникам кубанской полиции уже дали на федеральном уровне. Наблюдается уменьшение числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В результате уровень преступности в Краснодарском крае ниже, чем в среднем по Южному федеральному округу и России. В целом отмечается высокий уровень доверия гражданам к органам внутренних дел Краснодарского края и высокая оценка вашей деятельности по защите общественных интересов. И это данные никаких там гажородных организаций, это было в ССУ России. Всего за год полицейские края раскрыли больше 33 тысяч преступлений, пресекли 10 попыток контрабандного ввоза наркотиков, изъяли из оборота 51 килограмм опасных веществ, усилили работу и в борьбе с нелегальным алкоголем. Сегодня для региона это задача стратегической важности, отметил губернатор Вениамин Кондратьев. В 2017-м из-за отравления суррогатом погибли больше 200 человек. Особое внимание. Нами было уделено пресечению закону оборота алкогольной продукции, выявлено около 300 преступлений в данной сфере, в том числе 45 тяжких составов. Из оборота изъято более полутора миллионов литров алкогольной продукции. Сумма наложенных штрафов превысила 13 миллионов рублей. Поручаю руководителям заинтересованных подразделений, главному управлению и начальникам территориальных органов не снижать эффективность деятельности в данном направлении. Вот этот контрафакт, фальсификат, он будет с большим сегодня отрывом от других регионов именно пробиваться в наш край, потому что рынок сбыта очень высокий для них, очень высокий. Я еще раз подчеркиваю, что одних жителей 5,5 миллионов, это официально. Они официально все 6,5 миллионов и плюс 16 миллионов туристов, которые сюда к нам приезжают. Зачистка рынка от контрафактного алкоголя для Краснодарского края, для региона винодельческого – это задача стратегическая. Стратегическая, хотя бы для того, чтобы защитить наших сегодня производителей вина от этой недобросовестной конкуренции, которая не просто еще недобросовестная конкуренция, но и убивает жителей нашего края. Среди приоритетных направлений борьба с коррупцией полицейские выявили около 400 экономических преступлений. Особое внимание Вениамин Кондратьев просит обратить и на правонарушения в строительной сфере. В первую очередь речь идет о застройщиках, которые не выполняют свои обязательства перед дольщиками. Ведь действия некоторых из них можно расценивать как мошенничество. Например, деньги будущих жильцов с объекта они выводят раньше, чем достраивают дом. Они должны четко понимать недобросовестные застройщики о неотвратимости наказания. И однозначно неотвратимость наказания за их недобросовестные действия, повлекшие обманутых дольщиков, должна наступать. И наступать однозначно. И здесь уже ваша позиция должна быть непримиримой и неподкупной. Это тоже основные требования того, чтобы мы сохраняли вот тут стабильность в регионе и уважение к вам, которое сегодня на самом деле растет. Это действительно круглосуточный, тяжелый труд и труд без выходных. Я думаю, что здесь все это понимают. Но все равно, как бы ни было сложно, я еще раз прошу относиться к чужой беде, как к своей беде. И к просьбе о помощи любого человека относиться, как к просьбе ближнего. Мы считаем, что охрана правопорядка должна быть делом всенародным. И в этой связи радует, что постоянной практикой стояла взаимодействие органов Министерства внутренних дел и органов территориального общественного самоуправления. В наибольшей мере сотрудничают с органами территориального общественного самоуправления участковые, уполномоченные, те, кто находится на переднем крае защиты общественного порядка, то разбирает, может быть, не самые тяжкие, но самые многочисленные правонарушения бытового порядка. Лучших полицейских на коллегии отметили медалями и наградами. А за образцовое выполнение задачи, добросовестное несение службы Вениамин Кондратьев вручил сотрудникам ведомства благодарности.